Павла Панкова Павла Панкова Павла Панкова Вестивым ударом не дает шансов поднять. Ратутский на приеме. Сторва одной рукой отдал передачу. И Баранов два раза подряд не дает строителю набрать 16-е очко. Здесь Соколов. И Панков в атаке, друзья. Вот это розыгрыш. Европейского уровня. Болгарин, Светон, Соколов сделал подачу. А здесь что-то не получилось. Атака. Ну, столкнулись игроки «Зенита». Да, и остались без атаки. Но получилось сыграть второй раз в атаке. А вот Ковалев напрасно болез и заковать. И его Панков закрыл. Да, и его заблокировали. Это ты. Гребенников принимает этот мяч. Сложная передача. Не надо быть. И Ковалева на одиночный блок. Но успел, успел Панков, да? Или Соколов? Кто же из них? Восстановился от травмы в этом сезоне Денис Глокдон. А вот это очко Павла Панкова в атаке. 14-16. Хорошо подает. Маркин. И в гору выиграет Апмачаев в защите. А здесь Панков. 21-21. Сравнивает счет. 3-2. Мощно, как выпрыгнул Бласов. Но Федорова это не смутило. А вот здесь Павел Панков на блоке. 14-го. И перевесел. Перевесел Павел Панков Ивана Яковлева. 21-24. Трос. Среагировали. И даже... И Павел Панков. Ставит точку в третьей партии вот этой скидкой. 25-21. Мартынюк принимает. Панков. Надо вставать Павлу. И он успевает. Семышев. 6-9. Павел Панков остается на подаче. Отдачи. Клюка на приеме. У Воронкова заблокировали. И скидывает Павел Панков. 16-9. Плюсик проценты. Подлесны. Переходящий. Вот все. Нашли свою подачу. Здесь Панков зарабатывает свое очко. Кому ничего своего не отдаст. У этого Динамо можно только что-то забрать. А как здесь забрать, если Павел Панков исполняет такие... Шишкин на приеме. И отскакивает после блока Панкова. Мяч Веспондиара. Преимущество уже 11-3. Ну, то же дело. Что Владов. Ну, нельзя сказать, что там бесконечное количество раз атакует. Подлесный. Кстати, вау. Вот мяч летел. Никто не подсказал Павлу Тетехину. И не факт, что это очко Белогорю достанется. Панков проваливает, буквально пролабывает тройной блок. И выводит Динамо вперед. 5-14. Через трос. Все, он уже спокойно принял. А вот это пайп Ярослава Потрясных. И сразу он даже извиняется перед Александром Маркиным. Хоть и не попал ему ни в лицо, ни в грудь. Просто настолько мощная получилась атака у Ярослава. Это Ашерст. Вы знаете, я думаю, почему так сильно комфортно и наблюдать волейбон. Вот. Ну и просто потому что классная игра. Мне кажется, все уверенно, увереннее все он действует в Новосибирске. Есть еще одна защита Локомотива. Ну, что-то проблемы со второй передачей пока у ребят. И снова передача Монцертана. И здесь он отлично забивает. Вообще без блока. Вообще без блока. Сегодня без айсов. И здесь переходящий мяч. Карпанков здорово сыграл. Браво. Илья Власов. 5-2. Еще одна подача Феоктистова. Власов на приеме. Здорово играет Феоктистов в защите, но не дотягивается. Не хватило роста здесь Владимиру Шишкину. Метр 83. Здорово подается под обед. Но там Керменен. Ой-ой-ой. Сейчас извиняется Ярослав Подлесный. Хорошая силовая, но Подлесный здорово принял. Смягчение. Мачаев страхует. Плес. Соколов в защите. Вот первый розыгрыш такой длинный у нас получается. Ну и его заканчивает Светан Соколов. Отправляем мяч на трибуны после касания блока. Четвертая попытка. Тоже вау. Упростил уже. Юцевич принимает. Мне кажется, было касание блокирования второй передачи. Может быть нет. Сам себя страхует. Отлично в защите после атаки Соколов. А сейчас надо в обороне отыграть. Первый темп. И в два метра Илья Власов классно кладет этот мяч в зону 2. Ну без шанса для защиты. Денис Богдан первое очко в этой встрече набирает. Такой из четвертой зоны. 28. Полетели. Сразу же прием Баранова. Подлесных не стал отходить. В долгий ящик эту мощную атаку Ярослав. Семышев спокойно принимает. Соколов. Два по два атакует. Три Ковалев на подаче. Подлесных принимает Соколов. Здорово разыграли. 6-4. Яковлев силовую. Переходящий мяч. Там Космин и Полетаев не разобрались. Страхует панков блокирующих. И атака Ярослава подлесных. 9-6. Принимает подлесные. Соколов. Ответ московского диагонального. Максиму Михайлову. 13-8. И всего два очка отделяют московское Динамо от того, чтобы защитить свой титул и оставить суперкубок у себя. Теперь Бережко. Керменен на приеме. Вылетает подлесных. 9-10. Мощнейшая подача Лызика. Успевает увернуться? Нет. Не успевает Игорь Тисевич. И говорит, ну как я тут увернусь, ребят? Разводит руками связующий лок. Поехали, друзья. Третья партия начинается. Павел Титюхин дополняет подачу. И подлесных попадает из четвертой зоны. 1-0. Но скажу, что Игорь Тисевич очень здорово в этом матче смотрится. Соколов пробивает блок. Школяевич по-прежнему на подаче. Выбитый прием. Переходящий мяч. Шанс для Динамо. Подлесных идеально скидывает. И преимущество увеличивается у хозяев в площадном сете. Вот такой неудачный прием Волкова. И в итоге без атаки остался Зимит. И за это сразу же поплатился Илья Власов. 4-3. Его подача укороченная. Соколов вынужден ее принимать. И принимает хорошо. И как следствие атака первым темпом исполнения Вадима Лихошорстова. Две подряд. Здорово и классно. Великолепно, да. С зависанием Вадима Лихошорстова. Брос в зону. Власов прыгает. В каким-то чудодейственным образом. Попытка выполнить укороченную неудачно. Легко принимает этот мяч под Лесных. И атака Лихошорстова. Первым темпом. Все-таки мяч-то подняли. Игроки. Лока. Вот это точно. Эйс. Вот это точно. Эйс. И. Эйс. 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 Эйс.